Всякое ныне житейское отложим по печенью. В суете мира, в проблемах и вопросах мы проводим нашу жизнь земную. Она проходит, пролетает. Мы привязываемся к земле, и кажется, что земля становится единственным ценностью в нашей жизни. И все, что она может нам дать, все, что на ней вырастет, все, что мы здесь, в этом мире, на этой земле найдем, наши цели, наши задачи. И вот нас Господь хочет все-таки поднять наши сердца, чтобы мы подняли их, чтобы мы увидели себя и увидели ближнего своего. Не в свете каких-то недоразумений и неприятия греха, а в свете любви мира Божьего, прощения, смирения, терпения, милосердия, кротости, воздержания. Все это такие слова, которые апостол определил, что это плоды Духа Святаго. И вот эти плоды Духа Святаго, они должны появиться не где-то, а внутри нас, потому что Царство Божие внутри нас. Для этого мы пришли к Богу, чтобы победить смерть в себе, чтобы победить грех, чтобы воскреснуть и войти в эту радость воскресения. А завтра воскресный день, и нам нужно воскреснуть, и мы приходим на исповедь, отягченные, затемненные грехом, с потерями, внутренними потерями. Приходим, чтобы залечить наши раны, чтобы небесный врач своей любовью очистил и осветил нас, и дал нам возможность жить дальше, жить с Богом, жить с надеждой. Поэтому хочется пожелать каждой душе вот этого взросления, действительно созревания, когда душа уже понимает, что происходит внутри ее, и что происходит с теми людьми, которые рядом. Будем надеяться, что любви Божьей хватит на всех нас. Спасибо всем, Господи!